Итоги недели продолжают эфир телеканала ННТ в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о главных событиях минувшей недели глазами наших корреспондентов. 82 ребенка и 4 сотрудника лагеря отравились мясом курицы. Вспышка кишечной инфекции в Шамильском районе повлекла за собой увольнение районного главврача. Масштабные учения энергетиков подошли к концу, однако специалисты не спешат покидать республику. Более 500 работников Россетей останутся в Дагестане для дополнительной проверки сетей. Министр обороны Российской Федерации в Дагестане. Что привело в нашу республику генерала армии и о чем он говорил на совещании с Фрио главы Дагестана? Об этом сегодня в выпуске. Громкое задержание минувшей недели. 17 августа в аэропорту Махачкалы был заключен под сражу глава ФОМС Дагестана Магомед Сулейманов. Он подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следователей, в период с 2010 по 2018 год участники преступного сообщества похитили более 210 миллионов рублей. Ну а началась неделя свести об отравлении в Шамильском районе. Там более 80 детей отравились в лагере «Спартак». Причиной заболевания острой кишечной инфекцией стала пища, а конкретнее мясо курицы, зараженное сальмонеллой. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Анна Попова. Большинство пострадавших на данный момент уже выписаны из больницы. Состояние остальных не вызывает опасений. В настоящее время начата проверка птицефабрики, которая поставляла зараженное мясо в лагере. Это отметила руководитель Роспотребнадзора в ходе пресс-конференции. К настоящему времени работа лагеря приостановлена. Министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджи Ибрагимов тем временем представил коллективу Шамильской центральной районной больницы нового главного врача. Временно исполняющим обязанности руководителя ЦРБ стал Ибрагим Халилов, который ранее работал главврачом Гидатлинской участковой больницы. Глава Минздрава республики пожелал Халилову успешной и эффективной работы и попросил коллектив в медучреждения поддержать новое руководство. На этой неделе в республике побывал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. В рамках рабочей поездки он проверил, как идут строительные работы военного городка в Каспийске. Напомним, что для размещения корабельно-катерного и судового состава поэтапно началось возведение причалов и гидротехнических сооружений и в Махачкале. Везется также подготовка к строительству объектов, обеспечивающих жизнедеятельность учебно-тренировочного комплекса и складской зоны. Ну а в Каспийске построят глубоководный порт. Об этом на саммите прикаспийских стран в Казахстане заявил Владимир Путин. Отмечается, что порт будет глубоководным и способным принимать суда с нагрузкой до 25 тысяч тонн. Программа развития морских портов в Каспийском море рассчитана до 2030 года. Согласно заявлению президента Российской Федерации, строительство порта также будет способствовать модернизации железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. Владимир Путин также встретился с участниками форума МАШУК-2018. Среди активной молодежи около 180 дагестанцев. Он познакомился с отдельными их проектами, после чего выступил перед собравшимися. Глава государства подчеркнул, что поддержка волонтерского движения, которое представляли собравшиеся активисты, остается одним из ключевых направлений деятельности власти в работе с молодежью. Работа, деятельность таких людей, как вы, идет именно от сердца. Она достигает максимального эффекта. Поэтому деятельность добровольцев, волонтеров, она, к сожалению, для государства чаще всего эффективнее, чем деятельность бюрократических структур. Ну а Дагестан представлял на форуме свое культурное достояние. Хунзахское ковроткачество, унсукульская насечка и выступление от Кизлярского казачьего общества. Все это могли увидеть более двух тысяч молодых участников Машука-2018 на Дне Дагестана. Кроме того, были представлены и 12 национальных подворий. На месте событий побывала наша съемочная бригада. Смотрим сюжет. Традиционный фольклор, национальные инструменты и многообразие дагестанского ремесла. Все это представлено здесь, на Северо-Кавказском форуме. День региона на Машуке – это добрая традиция, когда в гости к машуковцам приезжают почетные гости, а каждая из семи республик округа ежегодно демонстрирует свою культуру. У нас день региона. Мы постарались показать весь колорит республики Дагестан, представленных муниципальными образованиями в количестве 11 муниципальных муниципалитетов, которые представили свои народно-хозяйственные промыслы, также культуру, обучие и традиции, как нашим участникам республики Дагестан, так и всем форумчанам, которые приехали из субъектов СКФО, так и из России, так и из зарубежа. В этом году национальных подворий, представленных республикой Дагестан, 12. Некоторые муниципалитеты разбились на два, а то и на три шатра. Самый большой шатер – Хунзакский. Его представляют каждый год, и каждый год организаторы пытаются ввести свою изюминку. Мы выставку книг Расула Гамзатова внесли. Это новое у нас. Мы побольше захватили фотографии интересных личностей, красивой нашей природы, виды природы, чтобы люди и на расстоянии могли соприкоснуться, и у них появилось желание посетить нашу республику и увидеть ее во всей красе. На площадке проводятся и мастер-классы. Все желающие могли опробовать занятия ремеслом прямо в шатрах. Одним из новых национальных подворий Дагестана на территории форума стало Кизлярское казачье общество. Их присутствие добавило разнообразие дагестанской культуре и подчеркивало дружбу народов региона. Что от больного ветра и песен милеет, Больше днем один раз, как на леди вина. Особое внимание гостей вызвало национальное подворье Кизлярского казачьего общества. Здесь представлен национальный быт казаков. Это печь, ткацкий станок и, конечно же, гостиницы. Именно то, что и вызывает особое внимание. Отметим, что в форуме первой смены принимают участие 180 дагестанцев. Ежедневно Машок посещают именитые спортсмены, политики и другие почетные гости. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Пятигорск. Волнение, стрессы и даже роды. На воздушном судне стюардессам и пилотам приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями. Сегодня они празднуют свой профессиональный праздник – День авиации. Наши корреспонденты побывали в аэропорту Махачкалы и узнали самые интересные и необычные случаи, которые происходят на высоте. Слово Умея Барагимовой. На борту воздушного судна бывает всякое. Выходки пьяных дебоширов, экстренные посадки и случаи, когда в зоне турбулентности пассажиры теряют сознание. Но произошедшее всего две недели назад на борту этого самолета помнят и стюардессы, и пилоты. Во время полета у одной из пассажирок начались схватки. Пока они сажали в самолет в Ростове, женщина родила. Прямо на борту? Да, прямо на борту. И когда они прилетели уже в Ростов, у нас было на одного пассажира больше. Нестандартных ситуаций много, поэтому стюардесса здесь и за психолога, и за друга. Но самая большая ответственность лежит на капитане самолета. Сергей Горкин работает командиром уже 19 лет, и безопасность пассажиров всегда ставит на первое место. В частности, мы вчера заходили на посадку в Москве, там были грозы. Естественно, пилоты все это видят, локатор работает. Мы эти грозы обходим, для того, чтобы не просто минимизировать риск, для того, чтобы его вообще исключить. То есть риска на борту быть не должно вообще никакого. Для удачной перевозки пассажиров нужен не только безопасный полет, но и мягкое удачное приземление. Мало кто знает, что перед посадкой территорию тщательно проверяют. В частности, есть вот такие вот автомобили, на которых установлены специальные сигналы. Они отпугивают птиц. Все эти сложности позволяют назвать работу в авиации одной из самых рискованных и в то же время интересных. Много интересного впереди и в жизни махачкалинского аэроборта. Мы планируем, что у нас увеличится количество международных рейсов. Я уже говорила про Грузию. Рассматриваются сейчас переговоры идут уже несколько лет по поводу авиасообщения с Ираном. И как бы вам секрет раскрою, возможно, мы пустим в Европу тоже самолет. Гражданской авиации Дагестана уже около ста лет. И как только терминал округлит количество пассажиров до миллиона, владельцы планируют обновить и реконструировать здание старого аэровокзала. И возможно, через года или два в день воздушной авиации к регулярным рейсам Махачкала-Москва добавятся и вылеты по международным авиалиниям. Умэй Бригимога Джамагамедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан Рассматриваются в Дагестане после завершения учений. Они займутся проверкой сетей на территории республики, а также будут оказывать необходимую помощь своим дагестанским коллегам. Напомним, что основной этап всероссийских учений проходит в Дагестане с 20 июля на территории Махачкалы и Буйнакска, а также в Сергокалинском и Карабодахкенском районах. Мероприятия были задействованы около 2500 специалистов. Работу приезжих энергетиков оценил в Рио главы республики Владимир Васильев. С рабочим визитом он посетил село Нижнее Казанище Буйнакского района, где проходят работы по замене аварийных электролиний. Населенный пункт был выбран не случайно. Объект относится к числу дополнительных, где ремонтные работы осуществляются с учетом мнений и пожеланий населения. Материал по тематам Ханаповой далее. Внизу работает, вон по линии, видите, уже провод. Да, это уже провод поменен. Абор установили, тут всю линию поменялись. А это 10 километров. Это доль улицы, там они работают. Плановый объем энергетики из Приволжья уже выполнили. По просьбе жителей Нижнего Казанища, теперь им предстоит дополнительная работа. В течение двух дней специалисты отремонтируют 19 трансформаторных пунктов и заменят аварийные линии электропередач. Работа крайне нужная, потому что видим, как электрические сети, те старые, сдерживали развитие и Дагестана, и тех, по крайней мере, сел, где мы работали. Сейчас у людей не только появилось напряжение, но появились возможности нового присоединения, увеличения мощности, увеличения развития. Действительно, ледовольные жители села Владимир Васильев решил проверить лично. Поинтересовался, не возникли сложности в быту в связи с проведением учений. Благодарю вам. Такие прекрасные люди. Вот самое главное. Это ваша заслуга. Спасибо огромное. Мы... Мы... Не для этого. Я вот здесь живу. Я в чадочай вас приглашаю. Да, я есть с собой, я вам подарю ручку мою. Обеспечить необходимое по нормам напряжение и безопасность населению. Такое поручение дал Васильев во время рабочего визита. При этом глава озвучил жителям села и свою просьбу. Ну, что я тут когда был... Понятно, что еще не все. Конечно. Просьба какая. Вот к вам, жителям, тоже. Теперь это надо все сохранять. Платить за электричество. Ровно по приборам ученых. Не больше, не меньше. И в следующий год, да? Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Приведем, кстати, напряжение. Домик, безопасность. Договорились. Спасибо. Удачи. В рамках поездки в Рио главы республики побывал в школе номер 5 села Нижнее Казанище. С коллективом учреждения он обсудил актуальные вопросы образования, в том числе касающиеся проведения ЕГЭ, кадровой подготовки, а также республиканской целевой программы «100 школ». Патимат Ханапова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Новости из мира спорта. В Дагестан на две недели съехались профессиональные бойцы ММА из 15 субъектов России и стран ближнего зарубежья. Здесь спортсмены клубов «Голден Тим» и «Юниверсал Файтерс» проходят тренировочный сбор. На одном из занятий в спорткомплексе «Спартак» побывал Курбан Рагимов. Ему слово. На улице печет яркое солнце. В разгар лета люди спасаются от жары на море. Однако эти 100 бойцов и пошли летним забавам упорной тренировки. Спортсмены готовятся к покорению новых вершин. Отбили, подставили. Уклон, бум, правый удар. Он бьет боковой. Каждый поединок начинается в стойке, а потому навыками бокса должны обладать все бойцы. После хорошей разминки работа в парах. Здесь каждому есть чему поучиться. На сборе присутствуют как титулованные атлеты, так и новички, только познающие АЗ ММА. Сейчас только второй день сборы. Еще идет процесс ознакомления. Есть ребята знакомые, есть и незнакомые. Добротная обстановка. Все на уровне и питания, и тренировки, и тренерский состав. И бойцы сами тоже. Есть знакомые расти, есть кого обучить. В общем, очень хорошие сборы. Для чемпиона мира и Европы Шамля Абдулаева сборы на родине стали очередным этапом подготовки к новому бою. В начале октября средневест из Дагестана поборется за чемпионский титул Всемирной лиги Ахмат. Это первый бой 5 по 5, в который я буду драться 5 раундов по 5 минут. Поэтому это впервой для меня. И готовлюсь максимально усердно. И основное внимание идет на функциональную подготовку. Сейчас самый напор у меня идет. Нагрузка и физическая, и функциональная, и техническая. Отрабатываем и бокс, сейчас и борьбу, и все аспекты, в общем, использую. И пока нормально все идет, без травм, главное. Работа идет во всех направлениях. Тренерский штаб обозначил план – утренняя зарядка и два занятия в день. Тренировки по боксу чередуются с борьбой и грэплингом. Два раза в неделю спортсменов ожидает кросс в гору Тарки. Тут же работа на физику. Такое разнообразие поможет преуспеть во всем. Мы давно планировали провести сборы в Дагестане, для того, чтобы показать всем приезжим бойцам гостеприимство, в первую очередь дагестанцев. Здесь очень много бойцов, шикарные условия для тренировок. Спасибо руководству этого спортивного комплекса, также Министерству спорта в Республике Дагестан, всем остальным за то, что достойно нас встретили, разместили. Почему Дагестан? Потому что у меня полкоманды из Дагестана, и они хотели, чтобы провели сборы именно у них на родине. Во-первых. Во-вторых, сильнейшие бойцы сейчас на данный момент, не только в России, наверное, и в мире, это представители Дагестана. И ребятам, которые приехали из других регионов, им интересно себя именно с лучшими проверить, потренироваться вместе, в парах постоять. То есть, если хочешь расти, ты должен именно с лучшими стоять. На данный момент лучше они здесь. В октагоне соперники, а за ним друзья и спарринг-партнеры. Виталий Немчинов в Дагестан приехал уже в третий раз. Для своего роста и развития боец из Нефтьюганска нашел здесь все условия. Ну, ребят уже, как правило, они первый год знаем многих. И по любительской версии многие выступали в профессионалах. И много я с кем с ребятами дрался в любительской карьере. Отношения отличные, дружеские. Никаких там межнастальных розеток нету в целом. Тренируемся, готовимся вместе, все дружно. Слава Богу. По плану 10 сентября в городе Екатеринбурге турнир МК промоушн будет боксинг. Вот там буду выступать. Поэтому уже, так скажем, заключительные сборы, весогонка и уже в бой. Поприветствовать участников сбора в зал прибыли местные олимпийцы. Гайдарбек Гайдарбеков и Ибрагим Саидов пожелали спортсменам плодотворных тренировок. Мы по своему опыту знаем, что мы когда находимся на сборах, там разные команды бывают, друг у друга учимся. И так же эти спортсмены многому научатся. И не то, что они сами, и местных ребят, которые тренируются, им тоже будет очень полезно с ними тренироваться. И носит очень объединительный характер эти мероприятия. Учебно-тренировочный сбор продлится две недели. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Такой запомнилась неделя глазами наших корреспондентов. Мы напоминаем вам о дате празднования священного праздника для всех мусульман – Курбан Байрам. Это 21 августа. Этот день официально объявлен выходным днем на территории Республики Дагестан. Мы желаем вам провести этот праздник в теплой атмосфере. Пусть Аллах смилуется над нами. Всего вам доброго, дорогие друзья!